Всем добрый день! Сегодня хочу поухаживать за своей любимой швейной машинкой Джанаме, компьютеризированная с горизонтальным челноком. Я на этой машинке прошила, вернее сшила несколько вещей из драпа и поэтому я так думаю, что там уже в Арсуе все забилось, ход у машинки тяжелый. Посмотрим, как она шьет сейчас. Иногда даже как-то дергается. Отключаем от электросети. Откручиваем пластинку. Убираем лапку, чтобы нам не мешалось. Снимаем вкладыш вместе со шпулечкой. Смотрим, что у нас тут, как дела обстоят. Конечно, да, ворсы много. Вот ворса у нас лежит. Все это надо убирать. Чистим все. И внутри вкладыша, не торопясь, все вычищаем. Ну и можно также мягкой тканюшечкой, вот у меня фланелька, поубирать все микросориночки. Смотрим, пластинка. Да, и даже вот на пластинке тоже есть ворса. Если ее не убрать, то потом она просто упадет. И будет вам мешаться. Да, ворсы, конечно, скопилось море. Иногда спрашивают, как часто надо чистить машинку. Никто вам не ответит на этот вопрос. Надо чистить по мере необходимости. Если шили мало, допустим, за месяц пошили какую-то там, я не знаю, легкую шелковую блузочку, то можно и не чистить ее. И вторую вещь с легкой тканью вы можете пошить. А если я пошила юбку, и по-моему, даже две юбки я пошила на этой машинке. У меня машинок несколько, поэтому точно сказать не могу, сколько я вещей пошила. Ну вот сумочку пошила, недавно тоже драповая. А драп это всегда ворса. Ну, сколько, немерено, немерено. Короче, чищу без камеры, а потом покажу вам результат, как она стала работать после чистки. Даже не будет лишним пропылесосить здесь. Повторюсь, машинка отключена именно с розетки. Вот вилка, машинка отключена. Вкладыш протерли, вкладываем. Вот щелчок был характерный, значит, вкладыш наш сел правильно. И теперь пластину отправляем на свое место. Прикручиваем все, как было. Вставляем катушку. Пластинку. Лапку возвращаем на свое ближнее место. И вот теперь включаем машину. Достаем ниточку и будем смотреть, как теперь наша машинка будет себя чувствовать. КОНЕЦ ДОНОМ ИНТРИГУЛАТИНОМ Так, прострочу еще вот здесь. Смотрите, даже стягивать перестала. Все шьет прекрасно, все меня устраивает. Ну, а если ваша машинка постарше моей, и вас как бы вот не удовлетворила вот эта чистка, у машинки все равно тяжелый ход, вполне возможно, что машинка имеет какой-то ссор, какую-то ворсу вот здесь внутри. Вот эта заглушка здесь поставлена не зря. Ее можно открыть, там шурупчик открутить, и тогда вы заглянете вовнутрь, и там вполне возможно удалите какую-то пыль. Ну, я пока открывать не буду, но на будущее вполне возможно, что я такое сделаю. На сегодня все. До свидания, всего доброго!